Чувашская сказка, как у чувашей поселились деньги. Когда-то в старопрежние времена плыла вниз по Волге лодка. В одном месте она пристала к берегу. В лодке находилось семь разного достоинства монет. Копейка, семишник, пятак, гривенник, дугривенный, полтинник и челковый. Они, говорят, ездили по белу свету и искали для себя новые места. Лодка пристала к правому крутому берегу. На горе виднилось большое чувашское село. Целковый, как самый старший, приказал полтиннику. Поднимись-ка на гору в село и узнай, что за люди там живут и есть ли у них деньги. Полтинник хоть и был в подчинении у Целкового, но считал себя тоже старшим над остальными монетами и послал в село двугривенного. Тот, в свою очередь, переполучил дело гривеннику. Гривенник пятаку, пятак семишнику, семишник копейки. Копеечки уже некому приказывать, пришлось идти самой. Покатилась она в сторону села, а вскоре и из глаз исчезла. Ждут-пождут копейку, а ее нет и нет. Рубль опять велит полтиннику сходить в село, поглядеть, что за народ там живет и имеет ли деньги. Полтинник опять посылает вместо себя двугривенного. Тот гривенника, гривенник пятака, пятак семишника. Семишник остался младшим, перепоручать дело некому, пришлось самому идти. Покатился он в сторону села и из глаз пропал. Ждут-пождут остальные деньги, нет ни копейки, ни семишника. Целковый опять берет за бока полтинника. Тот двугривенного, двугривенный гривенник, а гривенник пятака. Пятаку посылать некого, покатился сам. Ждут-пождут, нет и пятака, как в воду канул. Целковый посылает полтинника, полтинник двугривенного, двугривенный гривенника. Один за другим укатились в село и гривенник, и двугривенный, и полтинник. Укатились и от них тоже ни слуху, ни духу. Целковый остался один, посылать уже некого. Подождал он еще немного, додумай. Что такое? Куда они все поднимались? Видно, придется самому на ту гору подняться и все разузнать. И хоть был он над природой важным и ленивым, шагал той же дорогой, по которой исчезли остальные монеты. Пришел целковый в село, видит в середине села большущий базар шумит, пригляделся получше. Тут копейка с семишником, пятак с гривенником и двух гривен с полтинником туда-сюда снуют, катаются меж людей за какую-нибудь минуту по нескольку раз меняются местами. Да так-то весело, с разными шутками и прибаутками, что глядеть любо-дорого. Пришелся базар по душе и целковому. Он тоже решил остаться тут навсегда. Правда, целковый, не в пример Юрка Мелочи, по-прежнему не вертелся и не суетился меж людей, а больше лежал спокойно по карманам богатых людей. Изданно такой порядок ведется. Крупные деньги лежат в кармане одного хозяина, а мелкие, работая вместо крупных, постоянно переходят из рук в руки, из кармана в карман.